Эй! Куда? Спасибо. Как обычно, в час в школе. Что-то есть старшие, есть старшие, говорите, что у нас за неделю-то было, так как собрание у нас в Варнауле, кончается служба, заходят и... Какие-то просьбы. Всё, молчите. Жмётесь как можно дальше от дороги. Ну, там, говорю, корова послушает тебя. Что-то у вас есть, какая-то нужда. Я вот сегодня по интернету высказывал какую просьбу, а касается деревни. Просьба ко всему миру. Всё, Лужков. Это тебе не сепарируй. Я обратился ко всем миллиардерам. Повторять буду каждый день теперь. Чтобы помогли и сделали меня богатым. Чтобы я мог купить новый, самый современный комбайн барабашу Игоря Александровича и Терентию Игоревича. Смотреть, как вы ремонтируете. Это всю службу будет стоять и в себе удерживать рыдание, слёзы. Какие муки терпите. Кормильцы земли. Это... Просто видеть надо, как они вчера поднимают. И техниками приспособлены. И вам сказать нечего. Подключитесь хотя бы к молитве. Он на верёвочках едет, как мой дедушка. На проволочке. Это люди, которые гордно всех. И в таком положении стоят перед миром. А где-то лопаются от жира. Машина меняет каждый день. Показывает личный гараж. 15 машин. Отдельно на рыбалку. Отдельно плавать. Нужда нет. Или не касается нас. Как узнать верующие? А вот, говорит, как. У тебя ребёнок есть, ты о нём заботишься. Я верующий. Я его кормлю и пою. Но кормит и поит кошка. И мышка. И ласточка. И воробей. А ты знаешь, что в Сирии война идёт? Что с детьми делают? Шестилетних продают и насилуют их бесконечно. В очередь стоят. Их показывают. Воруют. И как выкупают. За какие деньги. Тебя касается. Ты когда последний раз молился за детей Сирии? Ну так, маленько вздрогни. Это коротенькая земля. Ну, расстояние-то какое. Ну, маленько пораньше встань. Как у нас было в лагере. Привези телескоп. Один да один подарили. И посмотри на это небо. Вот ночью вообще ни одного облака нету. Я не знаю, откуда утром облака появляются. Каждая звёздочка сияет. И стоял когда-то Авраам. Вышел из шатра. О. Вот это вся молитва. О. Как у буддистов. О. Маны падме хум. А потом одного остаются. Вот это у нас. О главное. И вдруг голос зазвучал. Детей у тебя нет. Но я сделаю так, что как звёзды будут. Дети твои. Ну звёзды глазами видят-то. Их миллиарды. Но глазами видятся не миллиарды. Меньше. Но двенадцать миллионов от одного. Ведь это не два человека. Притом весь мир поднимается на евреев. И никто ничего не сделает. Мы благовествуем Господи. Пошли обратитесь. А у них наоборот. Чтобы ни один к нам не пристал. Никого к себе не пускают. Вот вдумайтесь в эти исторические моменты. И скажи. Пришёл день нам прославить Бога. За что? Как он может выжить? Вот на гараже у Игоря сидит голубь. Посмотрите. Вот наверху. Как он может выживать один? Столько сов. Ночью когда едут совы везде. Сова ищет маленькое движение. Его никак не утащат. Я притаскал голубку к нему. Чтобы она его увлекла. Бесполезно. Наконец семеры голубей около него. Он ни на кого не смотрит. Что это? Знамение какое-то? Вот здесь на дороге питается. Где он ночует? Вы же знаете. Власть нам не принадлежит ни в чём. Вся власть в руках одной маленькой нации. Маленькой. И все знают, что ограблена огромная страна Советский Союз. Что все перекачали куда-то. И никто ничего не может сделать. Только злобятся при себя. А почему? Написано так. И цари принесут дань к ногам твоим. Про Давида написано. Это написано. И это ничего нельзя сделать. Это рабы. Все это рабы вокруг. Ребенок летом прожил. Чему он научился у тебя? Еврейский ребенок учится каждый день. У него выходных не бывает. Ему каждый день говорят. Ты будешь властвовать над всем миром. Он растет как балда. Ребенок-то нуждается разным. Его все равно они вытащат высшее образование. Он будет бумажки с кабинета в кабинет перетаскивать. Ума нет. Он ничего не может. Вы знаете, у нас Вера Федоровна была кандидат в медицинских наук. Одна работает. Говорит, день и ночь она комаров там обследовала. Это вредно. Как только получать кандидатскую степень, два еврея прилепились сбоку. Это везде во всем мире. И ты должен понимать это, что это от Бога. От Бога. Гитлер поставил решение вопроса окончательно еврейского. Уничтожить всех. Коммунисты поднимают против него пульчи. И он их в лагерях держит. Вот такого маленького еврейчика режет в люльки. Всех до единого подряд. Женщин, мужчин. Не имеет значения. Но, оказывается, было исключение. Сегодня открывают. Весь этот геноцид кем был придуман. Сегодня статья появляется в огоньке. И написано. Гитлер-основатель Израиля. Основатель, не губитель. И кто пишет еврей? Виталий Коротич. Главный редактор журнала Огонек. Это на тысячу раз уже проверено. И когда при коммунистах. Есть за что Бога прославить. У Бога тщетным не бывает ни одно слово. И вы знаете, что в конце над миром, над всем миром. Над Потеряевкой, над Корчиной, над Москвой, над Нью-Йорком. Воцарится один правитель мира. Один. И весь мир ему поклонится. Но отдельно кто-то не поклонится. И кто он какой нации будет? Русский? Русским дать царя Искупителя. Как Осипов говорит. Первые, кто примет антихриста, русские. Царя Искупителя. И какой Искупитель может быть, когда Искупитель Христос? И вот этот придет во имя свое. И его примите. Примите! Считайте Евангелие от Иоанна. И вы знаете, какой национальности будет. И нельзя этого избегнуть никак. Вот сейчас переворот. Вот умер в Узбекистане президент Каримов Ислам. И вдруг в одном журнале у Андрея Кураева появляется, что он был христианин тайный, как Аман Тулеев. Губернатор Кемельской области. Это самый долгожитель из этих был. Она год старше меня. Умер наследника. После себя заместителя не оставил. Там сейчас может вот такая быть, ворота откроются. Все правители ожидают больших-больших перемен. Это ворота. Ворота с юга. Ворота, когда хлынет все, что воевало, с кем воевали, все пойдут сюда. Есть о чем молить это. Выйдут, молчат, стоят. Если веры нет, ничего не будет. У нас сколько было крестовозвиженской молодежи. Она придет, стоит и не кланяется. Святые Божие, ты знаешь, что кланяться надо? Почему не кланяешься? Ни одного поклона не сделала. Ну, можешь же кланяться. Это нарушение устава. У нас кто был, не хотел кланяться, перекреститься? Саша Муха. В последнее время стал и поклон вот делает. Ты поклонись так, чтобы рука могла пол достать. Ты не кланяешься ты не человеку, Богу. Это лукавство кончится. Бог даст и такого безразличного жениха, а? Такого же безразличного. Мужа и дети пойдут безбожники. Ты сейчас себя принуди к этому. Я говорю о вещах, которые касаются нас всех абсолютно. Я начал с Игоря. Помолитесь о нем. Помолитесь, чтобы еврейская нация обратилась к истинному Богу, ко Христу. И никогда на нее не говорите плохо, не воюйте с ней. Это, во-первых, бесполезно. Гитлер где? Нету. Сталин поставил вопрос от врачей гнать. Где Сталин? Нету. А евреи набрали какую силу во всем мире? Все банки, вся печать, вся юриспруденция, все в их руках. Все. Во всем мире, не в одном государстве, во всем мире. Почему? Так написано. Это Божий план. И ты не лопайся от злости на этот народ. Они обобрали нас. Да, обобрали. И будет еще похлеще. А ты что должен? Только благословлять Бога, Господи. Ты сам сказал. Как на звезды глянешь, так подумай об Аврааме. Нам не было обещано, что будет лучше. Нам обещано, что исполнится Слово Божие. Ни одна йота не пропадет. Ну а можно как-то сейчас бы всем миром договориться, и как-то бы по-другому сделать. Нельзя. Даниил видел. Выходит баран, овен. Как он налево-направо бодает к северу-югу. У всех попрал. И вдруг козел вылазит. И козел со всей яростью бросился его. И распорол его, растоптал. Козел. И вдруг козла нет. У четыре рога вырастает. Это все Александр Македонский. Впереди персидское старство. Кто за кем вылезет из моря. Какой орел. Какие перья. Одиннадцатая глава. Считай. Это все уже предсказано. И мы должны в это вписаться. Почему мы не бунтуем, что зима близится? Ну я не хочу, чтобы зима. Давайте угля накопим и зажгем вокруг Потеряевки. Чтобы тепло было зимой. Все кузбассы не согреют одну Потеряевку. Почему? От Бога. И тот научись во всем видеть Бога. И пришел в храм. Церковь установила, где кланяться. Кланяйся и благодарю Господи. Мы православные. Мы смиренно принимаем все, что ты даешь. Мы молимся за правителей. Чтобы не было покушений. Издавали мудрые законы. Чтобы не угнетали труженика сельского хозяйства. Его не трогал Чингисхан. Гитлер не трогал. А здесь до основания разорили. Ты наполнись болью этой. Что твой ребенок за тебя держится рядом. А других отняли там где-то. А что, о Сирии надо молиться? Надо молиться. Там православных. И выступает не кто-то, а Алфеев, митрополит Иларион. Во всем мире гонения на христиан открываются. Даже буддисты, которые никогда не трогали. И те индуисты открывают гонения. И написано. Из каждого народа побегут все к своему народу. Так что волна русских пойдет из-за рубежа еще. Это пророк Исаия предсказал. А на евреев пошлю сначала рыболовов. А потом охотников. Рыболов это приманка. Идите в Израиле хорошо. Но червячка клюет, клюет, выезжает. Вот у нас Митя Дружинин был. Он записался в НСР. Еврейская организация. Искать евреев в полукровах, чтобы туда. Но подпишись, что о христиане, кому не будешь говорить. Он подписался. Это отречение от Христа. И они не скрывают этого. Это организация такая. Они в этом работали. Что? А там хорошо. Там двойной и тройной урожай. Тебе абрикосы. Там Адыгея будет каждый день на стол ложить. Не будет. А сепарируешь каждый день. Благодаря за потеряевку. А потом пошлю охотников. Когда будут в обхват брать и стрелять и гнать их туда. Они соберутся к своему народу. И соберу изгнанных моих от всех народов. Пророк говорит о своем избранном народе. 2896 наций на земле. 3000 сокращенно. А Бога избранным только один. А остальные должны войти в его шатры. Мы и Афетовы дети. И Афет селится в шатра Симова. Сим, антисемитизм называется. Семиты. Еврейская. Оттуда идет. И мы должны каждой молитве в храме, дома благодарить Бога. За этот план Божий. Что он избрал Авраама. Посмотри на звезды. Что из Авраама произойдет Давид. А Иисус сын Давидов. И ты все время славь. И мы не избранные там. Мы избрание получаем через уверование во Христа. Мы пришли к еврейскому Богу. Не к славянскому, который сейчас родноверы ищут. Он избрал нас. Патриарх Кирилл сказал, что мы... Раньше-то были какие населения? Второго сорта люди. Да я-то даже с трудом можно назвать. Так патриарха загрызли за это. А кто мы были? Всякому деревянному идолу поклонялись. Он сказал абсолютно правильно. Если бы мы не уверовали, где бы ты была сегодня с костыльком своим. Нужна ты детям твоим. Да дом бы тебя сдали. А ты окружена любовью. Внучата. Все верят в Бога. Благодаря от Бога. Мы вышли из храма. Должны быть обновленными. Пришла в храм. Соблюдай, где правила. Где поклониться. И не просто вот так кланяться. А поклонись, что как должно. И вот начинает гимнастика заниматься головой. Там крутят. Как можешь сожмись. Целую неделю Бог нас хранил. Сегодня мы пришли прославить Бога. 11 сентября. Это знаменательная дата. И она печальная. Церковь назначает пост. Вот я с чем-то соглашаюсь, а внутренне не соглашаюсь, что сегодня пост. Ветхозаветнее событие, оно не может побеждать новозаветнее. Тем более воскресный день, который запрещено поститься. Канон есть. А о том, что пост, в этот день пост не надо поститься, нет никаких канонов. Это монахи придумали. Поэтому сегодня пост на Малоста нельзя. Но что до вечера нельзя есть. Этого нигде не написано. И даже с маслом разрешается. А теперь что на 11-е? Проходит переворот в Чили. Там были Салвадор, Альенда, советские бессоединенные. К власти приходит Пиночет. Переворот 11 сентября. Крушат два небоскреба. Сами же, может быть, ЦРУ. В Америке. 11 сентября. Заметьте, сколько разных событий на 11 сентября. Но есть еще одно событие, которое не все знают. 11 сентября 1966 года у меня было бракосочетание. Сегодня исполняется ровно 50 век. 50 лет. Полвека. В Америке. Этому событию. Где она моя? В одежде. Ну-ка иди сюда. Иди сфотографируйся. На, позвони. Чтоб далеко услышали. Иди какой звоночек. Цветы, цветы, чтобы видно было. Ну, ты помнишь это событие? Положительное, что в этом было? Когда арестовывают, то чужих не допускают. Сразу же, в день ареста, следователь записывает, кто ваши ближайшие родственники. Первое, это жена. Жена. Даже не мать. На втором месте мать. Я, может быть, ошибаюсь здесь, но тогда было так. Сегодня. Лишний не придет брат. Все. Три человека ограничено. В данном случае, жена там быть очень полезна. Это передачки. Это знакомство. Она что-то может передать туда или следователь. Ну, вот такое дело. 50 лет жизни подтвердили это. Сегодня 11 сентября. Кто может знать другие радостные события, но я не знаю более радостного, как печаль. А печаль более приводит к Богу, чем то, что люди радуются. Батюшка сейчас хочет сказать. Да, я хочу сказать. У нас напомнишь на сегодня, братик. Сегодня кто будет рыбачить, братья, если хорошую рыбу поймаете, то все на трапезу поймайте. Давайте так. Батюшка, говорят, карп водится больше на мышах. Сколько надо? Что с вами ловить надо на мышах? Сколько поймаете? Я лично не съем. Ловить удочкой не сетью. Так расскажи, приедет нет владыка-то? Нет, владыка не приедет. Вчера я с ним разговаривал. Он говорит, очень сожалею, но меня, говорит, вызывает патриарх в Москву. Там что-то у них приходит заседание. Он говорит, к вам приедут. Мы здесь, я, говорит, организую, что приедут батюшки. Вот так вот. У вас какие нужды о молитве? На молитву хотя бы, говорит, настройте. Потеряевские нужды какие по молитве? Вторая ступень благодарности. Мы выкопали картошку. После 16 выкопали. Четыре дня ковыряли. 2270 гнезд выкопал. У меня ноги полуживые. Земля как асфальт. На виллу встану, двумя ногами давлю, качаюсь и не могу продавить. Сколько у нас бедер-то? Ну, 90 мешочков есть? По три вида. 50. А? 50 мешков. Всего 50? Или с подвалом? Или сколько у нас? Я забыл. Никита, подвал сколько занесли? Подвал 30. Ну, значит, надо помнить, что будут гости у нас летом и как-то, если не хватит покупать. 50 у нас? Вот у нас событие буквально высвободило. Так, Никита, записывайтесь на очередь пасти. Он не пасет субботу, воскресенье и престольный праздник. А на 10 праздник их будет пасти. Только на сентябрь договариваемся. Если надо на октябрь, это отдельный договор. Вы знаете, что в день 500 рублей и полторашка молока. Я правильно говорю, Лена? И Лена что-то хотела сказать? Я хотела сказать, что на следующий год у нас всего два ученика остается. И нам могут убрать учителей, одного оставить только. Нам нужны ученики. Понятно? Заказ. Слушайте внимательно. Момент такой настал. На этой неделе приедет человек с ребятишками. Не все так, как бы мы хотели. Но выбирать, если мы начнем по строгой мерке, то и мы-то тут не нужны. Она одна. У нее шестеро ребятишек. Три школьника сразу прибавляются. Мне уже неоднократно писали, где там сейчас в Азербайджане. Гонения. Молодые. Ей 23 года. Трое ребятишек. Ну, было бы где домик купить. Деньги есть. Построиться мы не сумеем. Здесь можно наполнить в один год. Но мы начали по силам своим. Надо как-то было организовать команду строителей. Бригаду свою. А у нас свои, бывает, годами не могут построиться. Себе даже. Мне уже сколько писали. Ну, с детьми приезжают. Жить негде. А строиться на это надо иметь что-то. Опыт. Так она все-таки приезжает, да? А? Приезжает все-таки она? Надо приедет. Приедет просто. Приедет. Поговорить сказали. Пока ничего не можем сказать. Это заявление надо писать. Сестра Любовь у нас уже стоит хоть на костылях, но пришла. Вот событие. Мы все молились. Бог услышал. А то событие. Старшая сестра. К престольному празднику. Я вас всех благодарю за ваши молитвы. За помощь, которую вы мне дали. Вот вы, знаете, на следующую неделю. В воскресенье. Глушков. Игорь Валентинович. Приготовь отчет. Проведи собрание. Почему я должен везти? Виктор Николаевич. Андрей. Третий. Игорь. Четвертый. Ну и тут еще три брата. Есть кому? Выйдут, все молчат. Да еще подальше станут, чтобы не слышать. Ну? Еще назначать надо, кто будет говорить. Батюшку будем ждать, когда он скажет. Он что скажет? Так про объявили занятие-то? Да. Да. Где? Сейчас в школе. Сейчас в школе. Ну все тогда, с Богом.